Как всегда в это время, в эфире телеканала Обнес-ТВ программа «Постфактум» с обзором значимых событий уходящей недели в студии Нина Замахина. Здравствуйте! Вот о чем мы расскажем сегодня. Долг перед калужанами – 180 миллионов. По данным Государственной инспекции труда, 68 организаций региона своевременно не выплачивают сотрудникам зарплату. По делам молодежи. Структурное подразделение администрации Обнеска, занимающейся молодежной политикой, возглавил Дмитрий Казаков. Формирование современной городской среды. Семь обминских дворов должны получить новые спортивные и игровые площадки. В объятиях природы. Юные фотографы из Обнеска стали победителями фотоконкурса, организованного Росатомом. Решение найдено. В конфликт председателя садового общества «Химик-2» и посетителей святого источника на Красной Горке вмешался глава обминской администрации Владислав Шапша. Калужский инвестиционный потенциал на этой неделе был представлен на саммите стран БРИКС, который начал работу 4 сентября в Китайской Народной Республике. Китай, председательствующий в этом году на форуме, в качестве цели встречи стран-участников БРИКС обозначил усиление взаимовыгодного и всеобъемлющего партнерства ради поддержания мира и стабильности. Заместитель губернатора области Владимир Попов, возглавивший на саммите делегацию Калужской области, рассказал также и об успешном опыте локализации проектов иностранных компаний. С 3 по 7 сентября во Владивостоке проходил Третий Восточный экономический форум, в центре внимания которого была тема развития экономического потенциала Дальнего Востока, повышения его конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности. В форуме приняли участие президент России Владимир Путин, руководители федеральных ведомств, бизнесмены, политики и эксперты, делегации более чем 50 стран мира. Калужскую область на форуме представлял заместитель губернатора, руководитель представительства правительства Калужской области при правительстве Российской Федерации Владимир Потемкин. Он участвовал в мероприятиях по вопросам расширения сотрудничества с Индией, Японией, Республикой Корея, провел ряд деловых переговоров с представителями иностранных компаний. А в резиденции Горки Московской области 6 сентября состоялась рабочая встреча председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева с губернатором Калужской области Анатолием Артамоновым, в ходе которой обсуждались вопросы реализации в регионе ряда инвестиционных проектов в сферах промышленности и сельского хозяйства. А теперь подробнее о других событиях города и региона. На координационном совещании руководители региональных подразделений и федеральных органов власти, проходившем в Калуге в понедельник, обсуждали случаи невыплаты калужанам заработной платы. Свои доклады представили заместитель министра труда и социальной защиты, а также руководители Государственной инспекции труда и Калужского управления Следственного комитета. На начало августа размер задолженности калужских предприятий перед работниками достиг 46 миллионов рублей. Такие цифры публикует Калуга Стат, а вот по данным Государственной инспекции труда, которая при составлении реестра должников учитывает большее число юридических лиц, 68 организаций региона не выплатили своим сотрудникам 180 миллионов. На сегодня оплаты за выполненную работу ждут 3000 калужан. 72% сложившихся задолженности составляют долги организаций, находящихся в стадии банкротства, предванкротном состоянии или не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность. Наибольший объем региональной задолженности, 85%, приходится на долги предприятий, обрабатывающих производство, сельского хозяйства и строительной отрасли. Общая сумма долга перед работниками постоянно меняется, утверждают в Государственной инспекции труда. Кто-то из руководства предприятий закрывает долги, но появляются и новые нарушители трудового законодательства. Ну, главное у нас задолжники, это мясокомбинат 31 миллион, это розовый сад 31 миллион, 39 миллионов, и это Кировский завод сейчас 30 миллионов нам дал. Ну, если, значит, розовый сад, там благодаря следственным органам движение началось, уже 6 миллионов выплатили, и мы ожидаем еще 6 миллионов. Если мясокомбинат на 25 декабря назначено заседание арбитражного суда, и я полагаю, что данное предприятие будет ликвидировано и исключено из ЕГР-юл, то у нас самое на сегодня вот такое серьезное положение, это Кировский завод. За 8 месяцев отсроченную оплату в общей сумме 106 миллионов рублей получили 4,5 тысячи сотрудников. Как правило, лучшим стимулом рассчитаться с работниками для предпринимателей является вмешательство правоохранителей. По результатам проверок в первом полугодии 2017 года возбуждено 10 уголовных дел анализуемой категории. В аналогичном периоде прошлого года их было 6. Уголовные дела о преступлениях данной категории возбуждаются незамедлительно при наличии малейших признаков преступления. Обсудили и должников в сфере коммунальных услуг. В частности, в Обнинске взносы в фонд капитального ремонта систематически не платят 3 тысячи горожан. Это всего 7,5% от общего количества собственников жилья. Но с должниками в Обнинской администрации намерены бороться. До конца сентября Калужский фонд капитального ремонта и руководство муниципалитета должны завершить подготовку 3 тысяч судебных исков. Екатерина Замахина, Николай Подлепалин, Обнинск ТВ, Калуга. Еженедельная планерка главы администрации Наукограда началась с представления нового руководителя отдела по делам молодежи Дмитрия Казакова, ранее работавшего в Центре творчества детей и юношества Эврика и в Обнинском молодежном центре. Зима близко. Уже на этой неделе температура воздуха в регионе опустится до 10 градусов и потепление синоптики не обещают. Обнинск вовсю готовится к отопительному сезону. До 15 сентября готовность к холодам должны подтвердить компании, обслуживающие городской жилфонд. С 15-му это по жилому фонду и чуть позже по котельным, всем, которые находятся на территории города, получить паспорта. Семь обнинских дворов получат новые тротуары, игровые и спортивные площадки в рамках программы создания комфортной городской среды. Работы в двух из них начались 1 сентября, а завершить их строители планируют до конца октября. Но не только этим радостным для горожан событием ознаменовался первый день осеннего месяца. Учебный год для обнинских десятиклассников начался с необычного урока мира, который для них провел известный кинорежиссер и продюсер Игорь Угольников. Встреча была посвящена художественному фильму про подвиг подольских курсантов, который Угольников будет снимать на Калужской земле по инициативе обнинцев. Десятиклассники, в общем-то, откликнулись, мне кажется, достаточно искренне и были заинтересованы в этой встрече. Я надеюсь, что это было сделано не зря, это было сделано правильно. А дальше посмотрим, какой получится фильм. Тем временем в обнинской администрации продолжают мониторить работу пассажирского транспорта. С началом учебного года вопрос регулярности движения маршруток стал особенно актуален. Владислав Шапша напомнил о прошлогодней трагедии, когда в районе лесных общежитий ИАТ была зверски убита студентка. Девушке пришлось добираться до дома пешком через лес, так как маршрутка до общежития в тот поздний вечер почему-то уже не ходила. Девушки по 22 и по 9 мы применяем меры, касающиеся нашего договора. Там 10 тысяч штрафов. А вот по всем остальным... По шестерке, например. Но был же прецедент, который очень трагический. Разве этого мало для того, чтобы пассажир-переводчику дать понять, что он не прав в данной ситуации? Пассажир-переводчик все знает, но... Штрафы, значит, применяйте штрафные санкции. Каждый день применяйте. Каждый день проверяйте. Из-за отсутствия соблюдения расписания посылайте в угадан. И пусть эти штрафы будут регулярными. Понятно. Если не работает совесть, пусть работает экономика. А в грядущие выходные всех желающих приглашают на Морозовскую дачу. На территории памятника архитектуры будут проводить бесплатные экскурсии. Гости также смогут принять участие в субботнике. Екатерина Замахина, Алексей Резвых, Обнинск ТВ. На площадке Обнинского учебно-спортивного центра ДСАФ России в понедельник прошел митинг, посвященный Дню солидарности в борьбе с террором. А затем сотрудники спецназа «Радон» и пожарной части номер 60 продемонстрировали свое боевое мастерство обнинским старшеклассникам, показав, что Обнинск находится под надежной защитой. Как сказал на митинге председатель Обнинского отделения Всероссийской общественной организации «Боевое братство» Григорий Латышев, терроризм не зря называют чумой 20 века. Пусть бомбы не взрываются за нашими окнами и кажется, что террористы где-то далеко, но в действительности сегодня мы живем в состоянии войны, которая идет на всем земном шаре. Необходимо об этом помнить и проявлять разумную бдительность в повседневной жизни. А когда это все случается, это случается в первый раз. Вот со мной рядом стоит мой боевой товарищ Геннадий Михайлович Жердев. Он студентом со второго курса был призван в ряды Советской армии. Попал служить в Афганистане. Служил в погранвойсках в Афганистане. После митинга состоялись показательные выступления взвода спецназа «Радон». Они были приурочены к 40-летию со дня образования подразделения специального назначения войск Национальной гвардии. Их задачей было обеспечение безопасности летних Олимпийских игр в Москве в 1980 году и последующих крупных мероприятий. Продемонстрировали свое мастерство и обнинские пожарные. Школьники в этот день смогли поближе познакомиться со спецназовцами пожарными и их оборудованием, а также посмотреть его в действии. Акция была организована, чтобы выразить солидарность с теми, кто ведет борьбу с терроризмом. Сегодня мы отмечаем памятную дату событий, страшных событий, которые произошли в 2004 году в городе Беслан. И показали свою готовность всегда выступать на страже спокойствия, порядка и воспитания молодежи нашей. Здесь присутствовали несколько школ, смотрели это мероприятие. Мы старались им донести, что угроза терроризма, она на самом деле не в телевизоре, а она вокруг нас. И нам всегда надо быть готовым ее отразить. А ежедневная работа таких служб, как МЧС, спецназ, призвана усилить нашу уверенность в том, что всегда будет дан своевременный и качественный отпор любой террористической угрозе, которая может нависнуть над нашим городом. Елена Агаджанян, Алексей Резвых, Обнинск ТВ. В Наукограде продолжается реализация муниципальной программы формирования современной городской среды. В ее рамках новые спортивные и игровые площадки должны получить семь обнинских дворов. Наша съемочная группа побывала в одном из них. Первые сентября во дворе одного из домов на проспекте Ленина. Важной этой пятницы стала не только для тех, кто в это утро пошел в школу. Начало осеннего месяца совпало со стартом работ по благоустройству этого двора. Заменить обещают все, что столько лет раздражало. Разбитую тротуарную плитку, сломанные качели и спортивные турникеты. Здесь планируется устройство спортивной площадки, устройство детской площадки с малыми архитектурными формами. То есть будет игровой детский комплекс, будут устанавливаться лавочки. Современная игровая и спортивная зоны. Такого обновления местные жители ждали много лет. За это время количество автомобилистов среди собственников квартир в этих домах выросло в десятки. Так что парковка тоже в планах строителей. Площадка та, в котором она была, в котором она находится, она была непригодна ни для детских игр, ни для того, чтобы старшее поколение здесь проводило время. Поэтому в основном люди, конечно, уходили на другие благоустроенные площадки. В городе это плаза, микрорайон Зайцево, там очень хорошие площадки. Но, конечно, я думаю, всем родителям хочется, чтобы дети имели возможность гулять в своем дворе. Пока экскаватор вырывал из земли остатки былой и дворовой роскоши. С планами строителей знакомился глава Обнинской администрации. И когда планируете именно эти площадки сделать без малых форм? Без малых форм, я думаю, в течение месяца мы должны исправиться. До конца сентября должно появиться, да? Ну, давайте не останавливайтесь. Времени не так много, пока погода нам будет приятствовать. Подрядчик должен уложиться в срок не только здесь. Работы по благоустройству ведутся сейчас в семи Обнинских дворах. Еще один объект, попавший в муниципальную программу формирования современной городской среды. Это пешеходная зона на проспекте Маркса. От пересечения с проспектом Ленина до улицы Королева. Выложить тротуар плиткой и заменить здесь систему освещения подрядчик тоже обещает до конца октября. Екатерина Замахина, Алексей Резвых и Сергей Мокрецов. Обнинск ТВ. В среду глава Обнинской администрации Владислав Шапша посетил территорию купелей в честь иконы Калужской Божьей Матери, расположенной в микрорайоне Красная Горка, неподалеку от Садового товарищества Химик-2. Визит представителя местной власти носил не только ознакомительный характер. Уже длительное время за этот участок земли идет борьба. Председатель общества дачников считает его частью своей территории и даже распорядилась оградить источник бетонными блоками. Поговаривают, что Людмила Ивнева хотела вовсе закрыть купель, но сторонники ее сохранения призвали на помощь прессу и представителей местной власти. Купель на Красной Горке была построена давно, больше 10 лет назад. Это родник, из которого сегодня берут воду сотни обнинцев и того раньше. Тропинка к источнику, освященному в честь иконы Калужской Божьей Матери, всегда проходила между двумя столбами. В этом августе они наконец-то приобрели завершенный вид арки, которую на Успение Богородицы осветил настоятель одного из обнинских храмов Иерей Павел. Казалось бы, кому могла помешать единственная вблизи Обнинска круглогодичная купель. Но такие нашлись. Знакомьтесь, председатель местного общества «Химик-2» Людмила Ивнева. Именно ей сторонники сохранения купели приписывают решение отключить в постройке свет. «Председателю «Химик-2» надо заключить с нами договор, к примеру, и мы возьмем электроэнергию, готовы за нее платить. О чем мы это говорим уже четыре года. Нет вопросов. Надо за год заплатить, мы вперед за год заплатим». Сама Людмила Ивнева все отрицает. Говорит, что радеет за сохранение местной достопримечательности и посильно заботится об этой территории. Правда, на молебен Ивнева не пришла, а благоустройство в ее понимании – это бетонные блоки, ограждающие источник со всех сторон. Нам сказали разграничить свои участки. Мы поставили по своей границе, водоканал поставил по своей границе. И все бы хорошо, но только территория родника к садовому обществу не относится. А значит, ограждать или закрывать купель председатель не вправе. Это Людмила Ивнева и пытался объяснить глава Обнинской администрации, который решил лично посетить спорную территорию. Это общественная территория, которая принадлежит муниципалитету, которая является при этом еще федеральным водоохранным объектом. Никто, конечно, здесь никаких объектов коммерческих строить не должен и не может. Владислав Шапша распорядился убрать с общественной территории вагончик председателя. Сместить офис Ивневой надо всего на пару десятков метров. Но переезд ей тоже не по душе. Вы знаете, вот я понимаю, я понимаю, я теперь понимаю, в чем проблема. Проблема в том, что вы, как мне кажется, кроме себя никого не хотите слышать. Понимаете, вот вы пришли, поставили, и все должны вокруг перед вами склониться. Мы-то считали, что это наша земля общего пользования. Мы пришли, то не на чужую землю. Вам объяснили, что это не земля общего пользования. Я же вам не сказал снести, разрушить, убрать и не пущать. Ну мы по этому вопросу к вам и обратились. Я же и не сказал этого. Ну переместите вот сюда и пользуйтесь, и никто вам мешать не будет. Глава администрации поручил своему заместителю Андрею Козлову найти варианты подключения здания купели к электроэнергии. Местные активисты готовы платить за ресурс по договору. Возможно, общий язык в этом вопросе удастся найти с правлением садового общества. С правлением, но не факт, что с Людмилой Ивневой в ходе встречи выяснилось, полномочиями председателя скандальная дама может и не обладать. Ивнева не является сегодня председателем, так как в этом году должно на основании 66 ФЗ и устава общества было произведено перевыборное собрание. Мы это собрание полностью засняли. Вопрос о ее кандидатуре она не посчитала нужным даже поднимать. Но справку в налоговый орган, то, что она является в очередной раз председателем, она подала. Поэтому мы сейчас будем обращаться там в прокуратуру. И вообще это дело, люди, больше 80 человек возмущены этими незаконными действиями. В ходе визита Владислав Шапша осмотрел купель и познакомился с историей ее создания. Рассказали ему и о знаменитых посетителях святого места. Среди них, к примеру, известный хоккеист Павел Буре. В планах активистов дальнейшее благоустройство территории объекта, которые для них больше, чем просто местная достопримечательность. Екатерина Замахина, Сергей Макрецов и Алексей Резвых. Обнинск ТВ. Красная Горка. В среду в Обнинском клубе ветеранов прошло первое занятие для слушателей курса лекции Школы грамотного потребителя. Этот проект действует в Калужской области с 2012 года. И за это время выпускниками Школы потребителей коммунальных услуг стали более 600 человек. В Наукограде желающие постичь азбуку ЖКХ тоже есть, утверждают организаторы. Как правильно управлять своим домом и что делать, если качество коммунальных услуг, за которые платишь, не устраивает? Это лишь часть вопросов, ответы на которые узнают обнинцы, записавшиеся в Школу грамотного потребителя. Сегодня же я в общих чертах расскажу про общее собрание, как оно проводится, и все вопросы, связанные с этой процедурой. Татьяна Дроздова возглавляет две Калужские школы – общеобразовательную и ту, в которой людей просвещают в коммунальных вопросах. На занятиях к ней каждую неделю приходят до 60 горожан. И не все они находятся в конфликте с управляющей компанией. Кто-то просто хочет знать, как эффективно управлять своим домом. Многие уже знают так много, что могут сами читать лекции. Поэтому многие делятся уже и опытом работы. Друг с другом потом созваниваются, говорят, у кого что получается, что не удается. Вместе как-то взаимодействуют и решение принимается. Среди лекторов обнинской школы будут те, кто уже наработал свой опыт решения проблем ЖКХ. Ведь законных прав у собственников жилья гораздо больше, чем они предполагают. А сама коммунальная сфера не похожа на лабиринт, как думают многие. План работ на год управляющей компанией. То есть жители вправе сами устанавливать этот план работ, определять четкие сроки, естественно, находясь в тех суммах, которые аккумулирует дом за год. И таким образом управляющая компания выполняет задания собственников. А не наоборот, как часто происходит. В обнинской школе просвещения в вопросах ЖКХ должны пройти 8 занятий, после чего организаторы обучения планируют максимально приблизить образовательную программу к потребностям самих слушателей лекций. Самые активные горожане смогут принять участие в конкурсе мини-грантов. Полученные деньги можно будет потратить на благоустройство при домовой территории. Екатерина Замахина, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ Юные фотографы из Обнинска приняли участие в конкурсе, организованном Росатомом и приуроченном к 25-летию концерна, а также Году экологии. Участвовали в нем ребята, проживающие в городах расположения атомных станций. Проект в объятиях природы корренировал венгерский фотограф Балент Винце. Он сотрудник информационного центра венгерской АЭС ПАКШ, который уже несколько лет увлеченно снимает животный и растительный мир в непосредственной близости от атомных станций. Я хочу сказать людям, что нужно следить за нашей природой, нужно следить за нашими ценностями, чтобы они остались и нашим внукам. Поэтому я думаю, что это является нашим заданием – показать мир так, как его, может быть, и видит простой человек, но мы все-таки больше времени проводим на природе, и мы это можем преподать, преподнести немножко другим образом. С помощью этих фотографий, как считает Балент Винце, можно увидеть разнообразие природного мира, территории атомных станций, понять, что то равновесие, которое есть в природе, очень хрупкое, и мы должны приложить все усилия, чтобы природа, окружающая нас, не только сохранялась в первоначальном виде, но и получала возможность развиваться. Я выиграл конкурс, нужно было отправить фото на фоне, чтобы была атомная станция. То есть нужно было сфотографировать природу с атомной станции, то есть доказать то, что возле атомной станции есть природа, то, что это безопасно и экологически чисто. Андрей Прованян занимается в Обнинской фотостудии Центра развития творчества детей и юношества «Эврика». Ее руководитель Алексей Назаров рассказал, что студия имеет очень давнюю историю. Первых учеников она приняла в 1980 году, в числе которых был и он сам. Таких студий сейчас в стране не больше десятка. И этот конкурс не единственный, в котором победили ученики Алексея. Наши ученики регулярно что-то выигрывают. Но этот конкурс особенный, потому что был инициирован Росэнергоатомом. И как-то так получилось, что они вспомнили, что Обнинская родина атомной энергетики. И пригласили наших ребят на лиду с теми городами, которые сейчас являются фаворитами ядерной энергетики. Победители конкурса были приглашены в международный экологический лагерь, который проходил на базе Тверского лагеря «Компьютерия». В лагере руководитель проекта Винца Болинт обучал юных фотографов секретом мастерства. Лагерь был очень интересный. У нас был прекрасный фотограф из Венгрии. Каждый день у нас происходили какие-то лекции. Он нам что-то объяснял, показывал. Это было очень интересно. Мы выезжали на пленеры. Тоже было очень круто, когда ты работаешь живую именно с фотографом такого уровня. Хорошая учеба. Очень хороший. Этот опыт, он бесценный просто. Ребята уже сейчас, несмотря на свой юный возраст, всерьез увлечены фотографией. Для них это искусство и своеобразная философия. Через объектив фотоаппарата мир выглядит не совсем так, как его воспринимает человеческий глаз. И когда дети фотографируют, то могут рассказать какую-то свою историю, свое отношение к тому, что видят. Елена Агаджанян, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ В понедельник, 4 сентября, на стадионе «Труд» Обнинский футбольный клуб «Квант» принимал Клинский «Титан». В рамках 21-го тура первенства России по футболу, среди команд 3-го дивизиона, зона Московская область, группа А. Обнинцы выиграли со счетом 3-1 и оторвались от идущего вторым «Титана» на 5 очков. Как считает тренер команды Олег Морозов, одержана важная победа. Впереди у Обнинской команды встреча с серьезными соперниками. Поэтому футболисты не обольщаются, готовятся к новым играм и постараются сделать все возможное, чтобы сохранить за собой первое место. Вот такой была неделя уходящая. Как будут развиваться события, вновь расскажет программа «Постфактум», которая выйдет в эфир ровно через неделю. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова